На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте! Жлобинский Металлург продолжает погоню за Динамо Молодечно в экстралиге хоккейного чемпионата Беларуси. В мощном поединке Столевары обыграли конкурента в борьбе за четвертую строчку в турнирной таблице. Матч проходил в Молодечно. На экваторе второго периода спад вывел гостей вперед. Чтобы увезти домой полноценных три очка, Столеварам не хватило буквально одного мгновения. В самой концовке третьего периода жлобинчане остались втроем против пятерки динамовцев. Хозяева выжили из большинства максимум. За секунду до сирены Суворов переправил шайбу ворота Металлурга. В овертайме Столевары выстояли в меньшинстве и дело дошло до булитов. Удача была на стороне гостей. Теперь от Динамо, идущего на четвертом месте, Металлург отделяет семь очков. Гомель дома проиграл Неману. К окончанию первого периода гродницкая команда была впереди 2-0. Авторы Шайб, Волков и Дюбинский. Меженников во втором периоде немного подтянул Рысей в счете. Точку в поединке на 50-й минуте поставил Степанов. 3-1 победа Немана. Гомель на третьем месте в турнирной таблице. 4 февраля болельщиков ждет очередной эпизод Полесского дерби. Рыси и Столевары встречаются в Жлобине. Начало матча 18.45. Славия продолжит подготовку к новому сезону в Бресте. Команда отправилась туда на двухнедельный сбор. За это время футбольный клуб из Мозыря проведет товарищеский матч против местного Динамо. Встреча запланирована на 5 февраля. Также мазыряне сыграют в традиционном турнире Винтеркап. Участие в нем примут клубы из Белоруссии, Нигерии и Кот-де-Вуара. На сбор вместе с командой отправился и новичок Андрей Ольшанник. Защитник заключил трудовое соглашение с клубом. Кадровые новости пришли из стана Гомеля. Новое соглашение сроком на один год с клубом подписал Павел Чикида. Защитник в минувшем чемпионате провел за зелено-белых 23 матча и отдал одну голевую передачу. Сборная Гомельской области выиграла командный зачет первенства Белоруссии по дзюдо среди спортсменов до 18 лет. Турнир проходил в Минске. На высшую ступень пьедестала почета первенства поднимались Александр Коновалов, Ксения Карабут, Анастасия Семенова, Павел Воронов и Дмитрий Мельников. Кроме того, представителями нашего региона завоевана одна серебряная и семь бронзовых наград. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь-4. Субтитры подогнал «Симон»!